До долгожданных летних каникул, которые длятся целых три месяца, осталось совсем немного времени. Большинство родителей с наступлением летнего периода думает, где будут отдыхать их дети. Главная задача для них – укрепить здоровье своего ребенка тогда, когда это возможно. Огромным потенциалом в усилении иммунитета детей обладает их оздоровление в летний период. Плюсы загородного лагеря очевидны, ведь ребенок в это время находится на природе, на свежем воздухе, общается со сверстниками, находит новых друзей и учится быть самостоятельным. В Кашхамском комплексном центре социального обслуживания населения стартовала кампания по приему заявок от родителей на предоставление путевок детям в летние оздоровительные лагеря. Летняя оздоровительная кампания сейчас уже идет полным ходом. Мы разместили объявления в газете, мы подготовили объявления у нас в центре по району, в администрациях, где наши социальные работники, заведующие помогают в ввешивании таких объявлений. И они тоже помогают в выявлении детей на местах. Наши девочки с отдела материнства и детства периодически объезжают наш район. У нас на учете малоимущие многодетные семьи, 24 детей социально опасных семей у нас сейчас на разработке в центре. Они у нас зарегистрированы. И в течение лета, вот четыре потока лагерей, в течение лета из всех семей мы детей этап за этапом отправляем по лагерям. 28 мая начинается первый поток оздоровления детей. Это каменомостский поселок, лагерь горный. Очень хороший лагерь по всем отзывам. На 28 мая он уже забит. И поселок Садовый, лагерь Кавказ. Это приоритет на социально опасные и малоимущих детей, которые ограничены в средствах и возможностях. Те деньги, которые мы собираем по родительским платам, на эти деньги мы и нанимаем автобусы, перевозим детей по лагерям. Раньше деньги выделялись министерством из бюджетных средств именно на перевозку детей. Сейчас практически мы сами зарабатываем эти деньги. То есть родительская плата. Если минимальная зарплата, значит ребенок едет бесплатно. То есть за путевку они ничего не доплачивают. Если у родителя свыше 8 тысяч зарплата, она доплачивает 10% от стоимости путевки. Если 15 тысяч стоит путевка, она полторы тысячи доплачивает. Если зарплата большая, таких мало конечно, свыше 16 тысяч, если минимум будет двойная, они доплачивают 30% от стоимости путевки. И из этих денег складывается наша родительская плата, и мы тратим их на бензин, на автобусы, на перевозку этих детей. Завоз туда и привоз обратно. Плюс еще у нас поселок Суко, это Анапа, шикарный лагерь электрон. Там тоже ограничены путевки. В мае, например, 14 штук всего. Это примерно все 4 потока так будет. Потому что мест на размещение там мало, и когда на всех распределяется, нам достается это. На Кавказ, например, 20 путевок, на Горный 30 путевок. Это все 4 потока примерно такая цифра будет по этапам. В конце сезона есть вероятность, что министерство может закупить, опять же, на остатки родительской платы, может закупить дополнительные путевки. Это может быть также и в электрон, и в эти лагеря. Ну, то есть, может добавиться количество, увеличиться. В процессе оздоровления по сезону участвует и образование. Они представляют свои кандидатуры. Сегодня, правильно, час назад с Натырбовской школы звонили, справлялись, какие документы нужны, что и как. Интересованность пошла. В те годы раньше у нас была другая ситуация. Раньше мы выявляли, даже просили, чтобы отправлять детей по лагерям, потому что путевок было много. Мы не справлялись с таким количеством. Нуждающие ездили, а потом потихоньку все прекращалось. Сейчас ситуация немного изменилась. Исходя из ограниченности в средствах, путевок стали закупать меньше. И теперь или вот-вот впритык хватает, или создается небольшой дефицит. То есть желающих много, а путевок на всех не хватает. Вот примерно такая ситуация была в прошлом году. Лагеря хорошие. Постоянно проверяются сангинстанцией, распотребнадзором. Они соответствуют всем нормативам. Кормят хорошо пять раз в день. Есть экскурсии, развлекательные программы. Там разные площадки игровые и так далее, и так далее, и так далее. Детям очень нравится, особенно в горном. Рекомендуем всем принять участие.